всем привет в этом видеоролике я расскажу как из обычных материалов которые есть у нас дома можно сделать интересную фактуру для начала рисуем эскиз это будет чайник чайник но не обычный мне нравится экспериментировать с формой из-за этого простые предметы можно изменять до неузнаваемости наш эскиз почти готов корректируем немножко форму и можем уже приступать создание рельефа нам понадобится текстурная паста с помощью мастихины я буду делать вертикальные бороздочки регулируется они с помощью нажатия на мастихин где-то мы более плотно прижимаем поверхности а край у нас отходит и тем самым получается такие вертикальные вытянутые полосочки вообще с фактурой можно экспериментировать и придумывать что угодно моих видео уроках я показываю насколько это разнообразной и фантазии просто нет предела так наш фон уже почти готов мы также делаем форму на чайнике но здесь фактура у нас будет более гладкая потому что самый интересный прием будет заключаться немножко в другом я вам расскажу об этом дальше делаем практически гладко но все по форме чтобы у нас фактура повторяла контуры нашего чайника мастихин можно брать разным способом и горизонтально и вертикально в зависимости от того в какой участок вам нужно подвезть можно использовать разные формы мастихина они бывают и виде лопаточек и более острые туповатые я работаю одним мне нравится именно такая форма я считаю универсальный чайник наш готов делаем стол стол у нас довольно так гладкий потому что и так уже слишком много фактуры нам не надо чтобы она спорила с друг с другом запоминаем правило где есть объемная фактура значит рядом должна быть более спокойно берем умбру это коричневый цвет художественном масле и начинаем работать с тенями самой темной части просто равномерно закрашиваем нам не нужно делать плотную заливку только где тень мы делаем самый темный цвет в основной части чайника мы оставляем полутон а светлые участки практически не трогаем также корректируем край стола и теперь нам понадобится лак домарный он используется в художественных работах покрывают финишную основу для картин а в данном случае мы будем его использовать как клей наносим по чайнику по светлым участкам самые темные места им не трогаем а теперь нам понадобится детская присыпка тальк засыпаем всю поверхность можно прям очень обильно не не бойтесь что-то испортить и даже если у вас попадает рядом на фон это тоже ничего страшного все хорошенечко присыпали пока у нас сохнет лак схватывается сталька мы можем заняться при рисовке стола стол у нас будет лилового цвета не захотелось добавить что чего-то яркого так как чайник у нас будет преимущественно бело-коричневый то он наделан цветным стену мне захотелось сделать нежно-розового цвета немножко добавлением серого чтобы получился такой холодный оттенок тем временем лак уже высох и тальк нему приклеился мы берем большую кисть и легкими движениями аккуратно убираем излишки талька у нас получается такой разбеленный эффект местами тальк лег очень плотно фактура похожа на застывший снег или небольшой и ней на предмете выглядит необычно загадочно и что это такое с первого взгляда вообще сложно догадаться когда мы убрали лишний тальк можно теперь пройти снова по теням немножко растушевываем чтобы у нас границы не было жесткая корректируем всю форму чтобы он у нас уже стал таким объемным там где у нас прилип тальк эти места мы не трогаем чтобы сохранить данную фактуру кисточку уже взять лучше круглую делаем тени нарисовываем край стола не забываем про глубину в самом чайнике а а потом уже берем чистое белило и проходимся по светам это будет наши финальные акценты наш чайник практически готов эффект получился застывшего и не очень необычно можно использовать также в декорировании мебели или рам например всем желаю творческих успехов с вами была ирина золотарева до новых встреч